МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Быстро, доступно, самое главное – безопасно. Уже с конца сентября в стране откроют внутренние авиарейсы. На самолётах гражданам будет удобнее добираться до регионов. Для осуществления внутренних авиарейсов два воздушных судна канадского производства «Дашью-400» прибудут в страну в ближайшие дни, а третье – весной следующего года. Первый из этих бортов прибудет у нас, мы планируем прибытие в конце августа – начало сентября. Как раз и этот борт начнет осуществлять первые рейсы 27 сентября. 15 сентября стартует старт продаж на билеты. Второй самолёт мы получим, борт получим в конце сентября – начале октября. Третий самолёт, сейчас идёт процедура закупа, и в течение месяца мы уже закупим третий самолёт. Авиаперевозки по внутренним рейсам будет осуществлять дочерняя государственная компания международного аэропорта «Манаса» «Османа Ирлэйнс». Для удобства граждан предусмотрены несколько тарифов – «Суперэконом», «Фулэконом» и «Флексэконом». Стоимость билетов на рейсы начинается от 2100 сомов. Планируется, что поначалу самолёты будут курсировать по принципу треукольника. По ценовой политике у нас билеты будут начинаться, это по популярным направлениям, это Ош, Бишкек, Баткен будет начинаться с 3100 сомов. Такие направления, как Талас, Нарын, Казарман будут начинаться с 2000 сомов. Но там будет так, будет по принципу треугольника осуществляться маршрут. То есть, с Бишкека будут продаваться билеты, допустим, в Нарын. 10 билетов мы продали. Один из рейсов по Ошскому направлению будет лететь через Нарын. Это первое время, пока мы, как говорится, не набьём клиентскую базу. К сожалению, долгие годы региональной аэропорты находились в упадке. Так, с прошлого года по поручению главы государства были начаты работы по модернизации областных воздушных гаваней. В этом направлении первым существенным результатом стало официальное открытие аэропорта в Таласе этой весной. Сейчас идёт активное строительство аэровокзальных комплексов международных аэропортов «Каракол» и «Танчи». Работы по строительству аэродрома областного аэропорта Нарын полностью завершены. Идёт ремонт взлётно-посадочной полосы. Завершается реконструкция взлётно-посадочных полос аэропортов «Казарман», «Кербен» и «Баткен». Международный аэропорт «Баткен» уже принимает рейсы из различных мест. Кроме этого, впервые Международный аэропорт «Манас» приобрёл самолёты Q400 для обеспечения потребностей внутренних авиаперевозок. С поддержкой со стороны народа и благоприятной обстановкой в стране достижение всех поставленных целей станет реальностью. На сегодняшний день в стране 11 аэропортов, 6 международных и 5 региональных. Во многих областных воздушных гаванях отремонтированы взлётно-посадочные полосы, аэровокзалы. И так, в ближайшие дни ожидается открытие аэропортов «Джалалабад», «Казарман» и «Кербен». В этом году мы в начале года, весной, то есть открыли с участием президента аэропорт «Джалалаз». В субботу мной был аудит трёх аэропортов. Это аэропорт «Казарман», «Кербен» и «Джалалабад». По этим трём аэропортам у нас полностью все строительные работы завершены. Эти аэропорты сейчас берут разрешительные документы у гражданской авиации. Как получат, мы в сентябре запустим эти аэропорты. Вместе с этим к концу сентября планируется завершить строительство международного аэропорта «Каракол». На сегодняшний день возвели аэровокзальный комплекс с пропускной способностью 250 пассажиров в час. Общая площадь же воздушной гавани составляет около 8 тысяч квадратных метров. На сегодняшний день все строительные работы на стадии завершения. Аэровокзальный комплекс возвели полностью. Сейчас проводятся работы по внутренней отделке. Также уже активно благоустраиваем территорию аэропорта. Стоит отметить, что согласно международным стандартам уложено два слоя асфальта на взлётно-посадочной полосе. На сегодняшний день на объекте работает около 100 работников и примерно 30 единиц спецтехники. От графика не отстаём. Все строительные работы выполняем согласно плану и в рамках установленных норм. Как отмечают эксперты, открытие авиарейсов по стране также поспособствует развитию внутреннего туризма в Кыргызстане. Внутренние авиарейсы значительно экономят время туристам. Например, если ранее поездки из Бишкека до Харакола занимало около пяти часов, то на самолёте это составит всего час, что позволяет путешественникам сэкономить целых четыре часа. Кроме того, важным фактором является безопасность. Согласно статистике, путешествие на самолёте гораздо безопаснее, чем на автомобиле. Вместе с этим функционирование внутренних авиарейсов поспособствует значительному развитию внутреннего туризма. Для удобства граждан разработано мобильное приложение с аналогичным названием авиакомпании «Осман Эйролейн». Скачав его, пассажиры смогут выбрать нужное направление и оплатить за авиабилет онлайн посредством электронных кошельков и мобильных банкингов. Продажи стартуют с 15 сентября. Также стоит отметить, что в ближайшем будущем планируется запуск международных рейсов с региональных аэропортов в Казахстан и Узбекистан.